Несмотря на обстрелы, не прекращают петь. Творческие коллективы ЛНР заявили о желании выступить на алтайской сцене. Запрыгнуть в последний теплоход, когда в Барнауле закроют навигацию по Аби. Барнаульцы, меняющие жизнь города. Многодетная мама в инвалидной коляске. Ирина Яковенко о доступной и недоступной среде города. 31 августа в Алтайском крае стартует досрочное голосование. Выразить волеизъявление, начиная с завтрашнего дня, смогут жители всех территорий нашего региона, кроме Барнаула. В краевой столице такой возможности не предусмотрено, поскольку здесь пройдут многодневные выборы. Барнаульцы смогут прийти на избирательные участки 9, 10 и 11 сентября. Проголосовать же досрочно на муниципальных выборах в других городах и в районах края смогут те избиратели, у которых не получится посетить участок в основной день голосования – 11 сентября. Для этого в режиме сокращенного дня будут работать участковые комиссии. Бюллетени с результатами досрочного голосования опустят в урны накануне основного дня выборов. В том случае, если листков будет больше 1% от общего числа избирателей на участке, такие бюллетени отштампуют особой печатью. Это нужно подчеркивать в избиркоме, чтобы не возникло сомнений в подлинности результатов голосования. Добавим, в трех крупнейших городах края в августе с предстоящих выборов снялся 21 кандидат. Большая часть из них покинула гонку в Бийске, сообщила во время пресс-конференции председатель краевого избиркома Ирина Акимова. Например, в Барнауле констатируется выбытие кандидатов из муниципальных списков. Два кандидата и четыре одномандатника подали свои заявления. 11 кандидатов в городе Бийске и 4 кандидата в городе Рубцовске. В целом это составляет около 2,5% от общего числа зарегистрированных кандидатов в депутаты представительных органов указанных городов. Почему кандидаты отказались от участия в выборах, не пояснили. Но, по словам Ирины Акимовой, порой причина добровольного снятия – выявление избиркомом сведений о кандидате, который он не указал. И чаще всего это сокрытие судимости. На Аби продолжается дно углубительной работы. В этом году ситуация с уровнем воды критическая. Теплоходы в любой момент могут сесть на мель. В следующем сюжете расскажем, прикроются ли пассажирские перевозки раньше времени и есть ли еще у жителей города возможность прогуляться по Аби. Обмеление Аби – естественные природные циклы или все же аномалия? Речники говорят, что сегодняшний уровень воды больше похож на зимние показатели, но не как на конец августа. Хотя директор Барнаульского речного порта Александр Круг вспоминает, бывали времена и похуже. «Были годы полноводные, были годы, когда вообще вода, метр держался до самой зимы и на метре мы замерзали. А вот последние годы, два-три, три года может быть, уровни вот такие. Я не могу сказать, что это как бы аномально или это ближе к аномалии. Но скорее всего это вот именно такая клещность. Вода стабильна, держится на этих уровнях». В целом навигация сильно зависит от того, сколько осадков выпадает зимой. В этом году с осадками не повезло. При таком аномальном раскладе пассажирские теплоходы и баржи с грузами могут сесть на мель в любой момент. Чтобы этого не допустить, в регионе продолжают углублять дно Аби. Сейчас в крае находятся пять земснарядов. «Мы берем со дна песок, перекладываем его с одного места на другое. То есть за счет главного двигателя, главной помпы мы удаляем песок со дна в том месте, где нужно углубить и перекладываем его в то место так, чтобы куда-то вода шла в ту русскую, куда нам нужно». «По гидрологии ситуация как бы критическая в этом году. У нас аномальная низкая водность. Приточность составляет в среднем в нашей реке, где ходит флот, 58% от нормы. Соответственно, у нас добавилась работа. На сегодняшний день объем углубительных работ составляет 1 миллион 200 тысяч кубических метров уже выполненных работ в Алтайском крае. Осталось у нас от плана 150 тысяч». Пока обмеление Аби, как это ни странно, не повлияло на количество перевозок. Так, грузовой флот доставил уже более 800 тысяч тонн. Это более 80% от запланированного объема. Впереди еще два месяца навигации. А что касается прогулочных рейсов, их, вопреки ожиданиям, не закрыли раньше срока. У жителей Барнаула и всего Алтайского края есть еще две недели, чтобы прогуляться по Аби, отметить здесь свою свадьбу или день рождения. Ну а 10 сентября сезон будет закрыт до следующей весны. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Два дня до нового учебного года. Больше 400 миллионов рублей пошло на капитальный ремонт семи барнаульских школ. Одна из них имеет богатую историю, при этом большие перспективы. Находится в микрорайоне потока, который вскоре будут застраивать. Финальный этап масштабного ремонта школы номер 38 оценила накануне целая делегация. Глава Барнаула, депутаты городской думы и, конечно же, представители родительского сообщества. Подробнее об этом в сюжете. Последние приготовления. Устанавливают оборудование, в классах протирают парты. Все дышит свежестью и новизной. И это при том, что 38-й школе Барнаула уже больше полувека. Все полностью поменялось, потому что школа, посмотрите, какая она большая, считай, 4 этажа на каждом этаже по рекреации, огромный актовый зал, столовая, то есть спортивный зал, библиотека. То есть все просто выглядит теперь супер, не похоже, как было раньше. Радует глаз, и это очень приятно. Школа в перспективном микрорайоне потока, что идет под застройку, наряду с шестью другими образовательными учреждениями города попала в федеральную программу по модернизации системы общего образования. По ней из бюджетов трех уровней – федерального, краевого и городского – на госпитальный ремонт барнаульских школ выделили 426 миллионов рублей. Семь школ у нас пошли по этой программе, были подготовлены проектно-сметная документация, и в марте мы объявили первые конкурсы. На эту школу было выделено более 50 миллионов рублей. Мы видим, что все деньги освоены, ремонты закончены. Ремонт – комплексный, подход основательный. Обновилось все – от коммуникаций до эстетического вида. Но школу ждут не только качественные, но и количественные преобразования. В них смогут учиться не 700, как прежде, а сразу 900 детей. Я думаю, что для барнаула это жизненно необходимая программа, и мы очень рады, что она в городе осуществляется. И весь депутатский корпус, весь этот созыв седьмой работал над этим, чтобы эта программа развивалась. Мы сейчас присутствуем в школе после ремонта. Создается впечатление совершенно нового учебного учреждения, в котором придут дети с большой радостью 1 сентября и начнут учиться. Для повышения безопасности учащихся и уровня антитеррористической защищенности школе дополнительно выделили два с лишним миллиона рублей. Елена Макаренко, День с толком. Три школы пригорода Барнаула получили сегодня автобусы для перевозки детей. 50-я поселка Новосиликатный, 109-я Новомихайловская и 94-я поселка Бельмесева. Ключи директорам вручил глава города. Возите до школы и обратно. На этих автобусах будут учеников начальных классов. В Барнауле сейчас около сотни школ, и только 20% из них имеют школьные автобусы, поэтому добираться детям, живущим в пригороде, до места учебы бывает проблематично. К примеру, в школе номер 50 учатся и те, кто живут не в Новосиликатном, а в поселке Лесном. Новый автобус позволит возить всю начальную школу. Из-за того, что школа маленькая в Лесном, не попало 24 ребенка в первый класс, и нужно решать вопрос с подвозом. И сегодня, я считаю, что это очень оперативно, чтобы в течение месяца вопрос был решен. И вот он, новый автобус для 50-й школы, который в том числе будет использоваться для того, чтобы возить начальную школу из тех ребятишек, которые не попали в школу в Лесном. Ездили мы на рейсовом 20-м автобусе, добирались до школы, опасные пешеходные переходы, всегда волнение за детей, правильно ли они это сделают, насколько ответственно к этому отнесутся. Сейчас будет доставка до ворот школы, это уже снимет наши родительские заботы, проблемы. В Госдуме вновь обсуждают идею сделать 1 сентября выходным днем. По мнению одного из депутатов, для родителей начало учебного года становятся настоящие эстафеты, когда успеть надо все и побыть с ребенком на линейке и умчаться на работу, а еще постараться устроить школьнику праздник и уделить ему больше времени. Как относятся к инициативе барнаульцы, выясняли наши корреспонденты. Опускай дети почувствуют, что праздник, учеба это праздник, пришли с родителями, потом могут чем-то заняться таким семейным и передать ощущение, что начало учебы это хорошо. Ну почему бы и нет, дети тоже должны как-то настроиться перед первым сентябрем. А для родителей? Для родителей особенно, я думаю, нужно то, что отдыхали, потому что и так уходит много нервов на первое сентября, все переживают. А для взрослых такой праздник? Считаешь ли, нет? Нужно же отпраздник сделать праздник, первый день школы. Как бы родители и дети должны провести его первый день с родителями. Нет, я учитель сама. Вы считаете, что правильно? Нет, это праздник должен быть, но не выходной. Дома его так не проведут, как в школе, если правильно организовано. Ну, для родителей. Может быть и стоит выходной, чтобы рядом с детьми были. В принципе, выходной, соответственно, должен быть вообще для всех. Типа все должны отдохнуть в этот день. Ну и потом уже с новыми силами пойти на рабочий день. В принципе, да, я говорю для всех. Потому что родители, думаю, хотят проводить своих детей в универы, кто пойдет первый раз. Потому что я сам студент шестого курса уже, ну, как бы, мне не надо на первый курс детей в садике. Почему бы и нет? Продукты для здоровья алтайских брендов представили барнаульцам в эти выходные. В Крыловой столице прошел масштабный гастрономический фестиваль в парке Изумрудный, гостями которого стали 26 тысяч человек. Особой популярностью у них пользовалась площадка Барнаульского молочного комбината. Сырсоветский горный рамбер. В очереди желающий попробовать продукт Барнаульского молочного комбината. Полина Карасева здесь с внуками. Приучила их к простой полезной пище. Пьют молочное, пьют это хорошо. Сыры, сыр постоянно. Любимые вкусы были и будут. В пищевой промышленности адаптируются к новым условиям. В БМК, где выпускают 250 наименований продукции, говорят, эти полгода были сложными, но интересными. В нашем пуле были поставщики из Европы, за рубежа, поэтому мы искали российских производителей, которые производят упаковку, ингредиенты. Есть на территории Российской Федерации также компании, которые занимаются производством и выпуском заквасочных культур по качеству не ниже импортных. Кстати, над своей закваской на Алтае уже работают, но пока дефицита сырья нет. Для такого, чтобы завтра мы встали или послезавтра, такой мы не добываемся. Так, мы же молочная сказка. Да. У нас так не должно быть. Управление пищевой промышленности подчеркнули, что предприятия края не потеряли объемы производства, штаты, даже рынки сбыта. Идем с увеличением объемов экспорта, чем в прошлом году. Те рынки, которые были у Алтайского края, они сохранены. Сохранить в БМК стараются и стоимость продукта для конечного потребителя. Модель для самых маленьких, лак для молодежи, молочная сказка для взрослых. Вкусом охвачены все. Кстати, до конца года БМК презентует новые виды продукции. Творческие коллективы под шефному Алтайскому краю Славяно-Сербского района мечтают выступить на Алтае и познакомиться с нашей культурой. Вокалисты и музыканты, несмотря на регулярные обстрелы, не прекратили заниматься творчеством. А накануне местный центр культуры и досуга, а также детская школа искусств получили новое оборудование. Она поможет сделать выступления еще более яркими. Подробности в сюжете. Коллектив Славяно-Сербска сегодня разучивает новую песню. Ее слова как нельзя лучше описывают происходящие на Донбассе события. Действительно, для украинской власти эта территория стала занозой. Но для местных это святая земля, которую сейчас они защищают. В последние годы концертов стало меньше. Боятся, что во время выступления может прилететь очередной снаряд. За более чем 40-летнюю историю, что существует народный коллектив, только в 2014 году возникла музыкальная пауза. Но Баян пылился недолго. В 2015 году мы не смогли не петь, хотя у нас тут бомбили, громили. Тем не менее мы собрались и с 2015 года снова уже работаем в полную силу. Девчата у меня все замечательные, они просто не мыслят себя без песни. Сегодня коллектив местного ДК готовится к региональному конкурсу, где девчата, так они себя называют, исполнят новое произведение. Творческие коллективы Центра культуры и досуга Славяно-Сербского района, как и все, ждут, когда над ними будет мирное небо. Как только это все закончится и все расстается по местам, мы тут порвем всех. Мы работали все это время на победу и продолжаем этим заниматься. Есть такие большие надежды и предположения, что все вернется на свои места, и культура Славяно-Сербского района заиграет новыми красками, благодаря тому, что вот на днях мы получаем долгожданную, 30 лет ожидаемое пополнение звуковой, звуковоспроизводящей и световой аппаратуре. Благодаря нашим друзьям из Алтайского края. Оборудование для крупного учреждения культуры и досуга подарил депутат Государственной Домы Александр Прокопьев. Жители благодарны за оказанную поддержку и заверили, что современная аппаратура простаивать не будет. Что-то установят в концертном зале, что-то будут использовать на выездных мероприятиях. Надеюсь, что то оборудование, которое мы сегодня здесь выгрузим, то оборудование, которое мы сегодня сюда доставили, поможет этим коллективам презентовать свое творчество. Музыкальные инструменты получила и славяно-сербская школа искусств. Барабанная установка, гитары, в том числе и электро. Это то, чего здесь очень ждали. Красота вообще. Не передать. Просто не передать. Я вас очень благодарю. В школе искусств уже ждут наплыва обучающихся. Кроме того, новые музыкальные инструменты помогут вывести коллектив на еще более высокий уровень. Никита Вишняков уже больше пяти лет занимается музыкой. Когда-то даже хотел ее сделать своей профессией, но обстоятельства изменили планы. Однако завязывать с творчеством он не собирается. Мечтает создать свои музыкальные произведения, но прежде намерен освоить новую электрогитару. А руководитель ансамбля в этом поможет. Будем развиваться и участвовать в мероприятиях районного масштаба. А еще коллективы славяно-сербского района в знак благодарности хотят дать большой концерт у нас на Алтае. Наверняка и это желание исполнится. Ведь культура, она объединяет людей, сохраняет традиции, историческое наследие и для нее не существует границ. Евгений Плохотин, Алексей Фризин. День с толком. Из Луганской Народной Республики. После аварии оказалась в инвалидном кресле. Несколько лет приходила в себя, затем поняла, что жизнь продолжается. Заявила о себе на всю страну, а в родном городе строят доступную среду. Следующий сюжет продолжает серию материалов о барнаульцах, которые делают жизнь города лучше. Ирина Яковенко – многодетная мама, предпринимательница, общественница. С ней встретились мои коллеги. Какой тут примерно градус подъема? Я думаю, 15, наверное, 15-20 может быть. В целом, да, в целом приемлемо. За это Ирина Яковенко внесла Арбат в список удобных мест Барнаула. Списк любимых он с детства. Старый базар. Я не знаю, помните вы или нет. Когда сюда приходишь с мамой, становишься на картонку, тебя закрывают шторочкой вот этой. Ты меряешь какие-то сильно желанные джинсы, например, или какую-то обувь. А сегодня это такое место, где можно погулять, насладиться погодой, красотой зданий. Ирина бывает здесь и с семьей, и одна. Все продумано, и препятствий для коляски нет. Девушка пересела на колеса после аварии в 2007-м. Первые три года не выходила из дома, еще пару лет привыкала к новой жизни и тому, что инвалиды могут улыбаться. Сейчас за глаза ее называют самым позитивным инвалидом. А для города она стала тем самым ревизора доступной среды. Есть плитка, которая... Вот у нее, видите, здесь как скосы маленькие между плиточками, а есть плитка, которая сама площадка плитки, она просто гладкая и стык в стык ложится. Поэтому... Ну, конечно, на той плитке гораздо удобнее, но и это тоже хорошо. Страшно. Любят очень сделать скос каким образом? Положить бордюр, на бордюр пришлепнуть асфальт, ну и спускайся. А это, опять же, для многих, для беременных, для пожилых невозможно на такую высоту, ни на бордюр, ни по вот этому вот якобы скосу спуститься. Как вообще Бернол изменился за эти годы в плане доступности среды? Парки многие были недоступны вообще. Торговые центры многие недоступны были вообще. Кафе, рестораны. Наш город изменился до неузнаваемости практически. Я за это все время говорю спасибо. Скосы на бордюрах, пандусы, правда, часто их наличие зависит от предпринимателей. В кинотеатр, например, инвалиду не попасть. Почему бизнес лишает себя этих клиентов, Ирина не понимает. А видимая доступность вводит ее в ступор. У меня трое детей. Угадать ширину размера детской коляски, колес, невозможно тоже, потому что у одной коляски расположены колеса на такой ширине, у другой коляски на такой ширине. Справедливости ради, в Центральном парке есть другой заезд. Для нескольких категорий жителей, инвалидов, пожилых, беременных, мам, Ирина пишет властям и прокуратуре об устранении ошибок. И радуется, что видит на коляске в Барнауле не только себя. Люди перестают лишать себя нормальной жизни, но и город стал учитывать их потребности. Было бы совсем идеально, говорит Ирина, если бы при проектировании зданий и кварталов сразу думали обо всех. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин